вот эти мигранты получше потому что это уже к ним я приложил некоторые усилия и так персиковые абрикосы и так неправильно говорю абрикос тераперсик гибриды явно уклонению в сторону абрикос но морозостойкость не то видите голые вершинки вот еще еще сейчас объясню зачем я вам это показываю вот здесь еще сильнее видите случилось так что хотя зима была такая робкая 32 34 35 36 недолго для нас она считается слабая но в общем вот такое случилось еще раз покажу персики шлифта замерзли от самых корней от самых низу пошли побежки я потом их срежу может быть даже покажу а теперь для чего мы здесь смотрите сюда вот это вот получилось густо и мне их надо рассадить чтобы хотя бы два метра между ними было хотя бы и вот я кое-что отвяжу на новое место ну и пусть это самая заврядная пересадка почти небрежная никогда но все-таки я вам ее покажу хотя бы вот так смотрите сюда одной рукой показываю другой вот я самое интересное когда ролики покажу все возможно экспертами себя называют достает саженец и стряхать с него землю дикость несусветная даже вот продолжать не ход постараемся и сохранить сейчас я ненадолго отключу одной рукой я не смогу его поставить или попробовать я сам себе режиссер раннее утро вот помощники спят он по нет тут придется отключаться и заниматься двумя руками и дальше объясняю так не сразу сделаю чтобы пока не отключился сейчас мы с вами сделаем предпродажную обрезку вот таким вот образом вот таким образом ну что делать приходится даже элементарные вещи показывать и так вот так вот он весьма щас россии на зеленом фоне плохо видно пошла обрезка под почку наискосок это очень важная почка выбирается верхняя мощненькая вики не 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 заурядная по получше так еще вынужден резать такая судьба в этого саженца вот все что я перенесу на новое место надеюсь видно вот отрезал я примерно 3 четверти крона при этом постараюсь сохранить ком земли и сейчас я когда перееду на новое место я вам покажу почему я именно туда сажаю это тоже важно так друзья сейчас мы с вами приехали садить вот то что я только сейчас выкопал так заметим когда я выкопал постарался сколом земли как мог земля правда рыхлая у меня не было с собой маркера и я вот эти вот ленточкой в этой веревочке не забыл пометить вот где узелок вот это у меня был север садить я буду соответственно здесь также обычно я узелок делаю с юга тут главное чтобы если он север значит и посажу север значит все будет соблюдено и еще это очень важно этого никто не делает ни один питомник еще и зляться что их если кто-то потребует им это то принципе задача не для того чтобы осад был продать можно и без пятнышко зачем она нужен я надеюсь вы догадались и еще один выкопал саженец почему давайте сейчас заглянем на этот участок вот посмотрите как все цветет это мои соседи посмотрите туда ох не знаю поднимаю повыше выше головы там цветет здесь цветет видите вот вы догадываете что я делаю нет вот это территория соседа здесь он сайт картошку лук и прочее овощи а у него нашелся я уже рассказывал об этом но это очень важно повторюсь нашелся этот склон он очень крутой этот склон градусов на 25-30 ему нет цены а я-то помните вам рассказывал несколько минут назад я даже специально взял делаю обрезку чтобы еще раз показать ведь голой верхушки я переселяю два абрикоса абрикос тире персик таких можно назвать вот я их переселяю соседу это его территория плоды будет кушать он а для чего я насадил сюда вот этого добра то только потому чтобы отслеживать ну может быть несколько плодов угоститься что мы имеем однолетка двухлетка 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 это просто не удастся очень плохо растет всяко бывает а этот уже и зацвести успел до двухлетка на привиты уже цветет вот еще одна двухлетка цветет это нормально в этом году вообще чудо случилось никогда такого не было чтобы питомники у сергея сейчас расцвели их вот питомник в этом питомнике вот зацвели все однолетние абрикосы все до едина вот к чему я буду ломать голову вы ломайте голову помогайте и надо искать почему такое никогда не было что случилось предчувствие беды ранее цветение а сердце замирает беды не случилось уже два волны заморозков на слабых до минус 1 это не заморозки это смех вот абрикосы отсвели вон они видите вот я показываю нацелился на красный не знаю мне тут все блестит и ничего вообще не вижу чем это сам в экране ладно посмотрели цветут сливы цветут груши черемуха у нас соседа цветет а мыслись для чего во первых еще место под для тех двух вон они в этом в тележке саженцы во вторых за одним проводим ревизию видели какой склон вот здесь по-моему даже градусов 40 вот что нам надо друзья мои вот теперь смотрим дальше даже вот такой манюханьки тот умудрился зачистить тут были у меня посажены часть позапрошлым году а сейчас в прошлом году а вот это вот я не садил это соседский зацвел что это будет я еще не знаю вот это уже мой это двухлетка моя ладно а вот это интересно вот она все вот я был шокирован он уже наверное цвел года два он не привитый вот каким-то образом вырос каким-то может быть когда-то прививка погибла я первый раз вижу вот такое чудо смотрите сколько этих слов это вообще вот так вот я вот так специально вот такой панораму сам такого не видел объяснить трудно кроме может быть одной двух сильнейших обрезок или что-то погибло например прививка это же соседские понятия не имел о нем прошлом году наклоняюсь плод мимо иду вот тут занимаюсь своими саженцами на чужой территории что вы думаете сладкий я 2 10 сладкий вот сосед часть собрали тут больше был урожай соседи часть собрали часть гнилая уже гнилая собирал вот и по друзьям рассылал почему до мелкий но чтобы эта мелочь была то такой степени сладости чисто съедобно я встретился впервые она раз рядом себе никому не мешал я понятия не имел почему вот там каждый третий абрикос что вы видите на панораме моем вот маточный сад непривитый каждый третий он невкусный или полу сладкий полу кислый и всего один-два таких посадки которая ну вот на таком уровне и вдруг на тебе вот мне подарок судьбы видите как здорово что я залез на чужую территорию бог послал но идем дальше вот эту яблоньку я садил два года назад на растет мощно и не все коту масленица вот погибла моя яблонька вы же догадались яблоньку на яблоньку я садить уже не буду хотя это часть яблоневая сада так вот последний абрикос тоже не мой посмотрим что это вот три соседских которые не мной посажены на себя сюда вместо яблони отступив сажаю абрикос вот так вот за этим мы пришли место обнаружено все пошли обратно очень великолепные я специально прикреплю сюда фотографию зимнюю и вы убедите что если тут снег лежит справа вот как я иду вот тут вот хотя конечно и у меня то склон смотрите какой немаленький ой 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 вот этот склон вот там солнце в зените вот там газ вот а вот здесь уже запад и вот с этого запада так часов два в три в четыре пять шесть сумасшедшее тепло стоит вот тут-то максимально это климат за счет вот этого склона который добавляет градусы приплюсовывает вот это есть микроклимат обратите внимание когда будете покупать на участке потому что мне и стыдно и ничего помочь не могу ах у меня до воды метр ах я копнул лопатой там вода ах у меня все это самый соседи земля растаяла у меня снег лежит это значит северный склон вот и что мне делать что мне делать что ему делать хотите иметь такой сад вот такой чудо сада лучше в сибири пожалуйста ищите такой же участок таким же ландшафтом вот это начало колодец выкопайте и уже когда колодец будет выкопать когда увидите что у вас есть хотя бы пять шесть семь метров до воды и хорошо груби вода была там они вот допустим там выше вот там собираются тоже вот за этим лесом это видите борс саянский а за ним здоровенная поляна там была дойка и коров держали а вот теперь это все зарастает людям не дали люди хотели сад садить я спрашивал глубина колодца 40 метров вот пожалуй там уже место похуже будет а вот здесь вот у меня носика я сам копал колодец до колодца 6 метров когда воды венесея нет 7 метров 8 метров вот пожалуй оптимальный вариант ну что сейчас я буду садить а потом покажу вам что из этого получилось так ну вот операция посадка закончена я ее казалось бы ну чё особенно вот вот подрезанный саженец вот уже снял я с нее вот эту самую печёвочку которая узелком показывал на север вот печёвочка пригодилась воткнул кол подвязал немножко выпрямил немножко жестче будет конструкция хотя если саженец не привиты то и ждать от него сюрпризов типа того что случае если вернется с мокрый снег или со временем ураганный ветер или еще какая-то напасть он сломает и там физическое воздействие сломать его трудно раз не привиты вот посадим вторую так я хочу подчеркнуть ну что особенного то ну про пятнышко сказал посаду хотя все пятнышко смотрят на юг здесь просонья его пометил север посадил север так что он у меня растет также как раз на старом месте вопрос другом проблема другая огромные ямы бесконечное количество я несколько книг которым допустим 70-е годы 80 60 90 и так до 2016 года опять это чертова я мы опять размером почти метр но самое малое пол куба самый малый каторжный труд а тут еще человек с династической знаменитой фамилии которая за это доктор наук но это же надо бедные монахи не показывают как они роют ямы размером несколько кубов огромное вообще не видно полная переделка земли видите ли не нравился песок но видно же поверхность слой идет гумус то все равно есть и легко эта земля переделывается это тема других разговоров пока что здесь почему я покажу меня таких участков несколько вот один из них а нет отсюда не видно через через этот участок там где ни разу нет не подходил я ни с чем не секатором не с лейкой не со шлангом поливочным и здесь это будет такой же его задача видите какой удачный саженец да вот игрушка еще два года а это рядом тоже два года ну почему так получилось ну причем много я могу ее найти я патологонатом я и свои не жалею всяко бывает средний вариант вот он вон средний вариант вон средний вариант а вот это то что я же это отсюда выкопал мертвую яблоньку и погибла же у меня яблонька ну пусть одна там на сколько на 30 но погибла же вот одна из 30 и такое бывает это участок для экстремального садоводства я им обеспечивал максимальные условия западный склон он запад это западный склон вот вот смотрите вот там восток это не значит это восточный склон если смотрю на восток это склон западный то есть тут все как бы наоборот наизнанку солнце бьет сюда и здесь максимальное количество тепла это тепловая подушка это место я не мог упустить фактически подарив сам я буду только иногда брать черенки и главное отслеживать новые сорта почему а мой же принцип валили константинович понятия не имею они уже цветут они вон цвет да вот или уже отцвели я понятия не имею какие-то сорта я даже к биркам не наклоняюсь вот заплодоносит посмотрим знаете как интересно жить это экстремальный сад вот я спасибо что соседям которые они могли успехать вот начали это вот эти три дерева их вот это абрикоза цветает впервые вот этот вот который меня поразил вкусовыми качествами назовем это народная селекция далее идет фундук надо же растет не замерзнет посмотрим что будет так она она уже с сережками ну-ка-ну-ка поглядим если на сережке ну ладно допустим сережек пока не вижу на следующем году где-то уже будут а вот еще рано поглядим может он засветает но я плохо у них разбираюсь и наконец удачливая двухлетняя моя яблоня и еще один третий последний прикол соседа а вы знаете что тут было тут был целый сад посажен ну естественно рыночное все вот и сравним результаты если тут раз два три 4 5 6 9 10 11 13 15 16 где-то порядка 32 саженцев да может 35 и у меня после посадки погиб один я вам его показывал да она мест посадил абрикос потому что если не пошла яблоня что абрикос по крайней мере будут шансы так и у меня получились прекрасные результаты вот такие цветущие двухлетние абрикосы даже однолетние показывал вот то у сосед который с рынка привез это все у него получилось три дерева с половиной если считать фундук за полдерево 3 абрикоса а посажено было также все засажены еще мертво вот после чего они опустили руки вот и когда я сказал давайте я посажу сюда свои клоны и свои сортообразцы они сказали да ради бога вот так а теперь мы с вами еще позанимаешь да я еще потом полью осталось последний полить и забыть а нет косить буду я это я каждый год кашу все еще раз подчеркиваю операция по посадке заняла но я не мог одной рукой садить 1 держать этот самый свой фотоаппарат с видеокамерой не мог но вы можете мне поверить несколько секунд я выкопал яму секунды полторы потом поднял саженцы осторожно скромом земле он половину правда рассыпался половину нет вот поставил и еще секунды две саженец сидит здесь еще моя задача чтобы ни в коем случае не получилось здесь углубление какого-то у меня даже вот тут вот бывало что я потом спохватывался и даже где-то не буду сейчас не найду уже заросло канавки прорывал вроде склон а все равно в ямку умудрился посадить я железу и потом пришлось до гонку канавки прорывать а